здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на сайте виталий кухта сегодня у нас 26 ноября сделаем обзор рынка так как у нас вышло много новостей которые оказались некоторые форс-мажорные да на рынке также напомню что данное видео обзор будет как на моем канале так и на канале моих партнеров компания маркет пройдемся как всегда по всем инструментам обновлю свое мнение что поменялось что нет что актуально итак давайте с новостей что интересного произошло вчера на фоне слухов так скажем да то есть в новостях что израиль и ливан договорились о возможном прекращении огня на этом фоне как бы уходит происходит деэскалация каких-то точках конфликта на ближнем востоке да потому что там некоторых секторах этот конфликт происходит израиль там с палестиной с ливаном с ираном да и на этом фоне у нас падение золота так как золото является защитным активом как бы ушли риски условно да и золото прилично так скорректировалось дальше нефть аналогично просела тоже вчера такое хорошее падение но пока удерживает поддержку изменилась ли ситуация и мое мнение по данным инструментом и я бы не сказал я пока еще уверен в лангах хотя по некоторым инструментам на эти моменты они сомнительные но нужно брать во внимание вот эти все новости да и понимать что рынок может поломать их в любой момент итак давайте начнем с фондовых индексов как всегда и дальше по порядку товарно-сырьевой рынок рынок форекс и рыда криптовалют потому что там тоже есть небольшие изменения и так давайте начнем с сэмпи 500 у нас в принципе вот и сын пи неплохо идет никак никакой реакции на вот эти все новости в принципе еще с прошлой неделе я видел что вот эту коррекцию стоит откупать и локальные цели то есть это вот эти максимумы которые у нас были мы их практически достигли 6000 пунктов мы пощупали локально можно было заработать да те трейдеры которые торгуют средний срок у них еще позиция активна и в принципе я пока не вижу никаких изменений я бы дальше удерживал данный инструмент если будет какая-то новая проторговка вот здесь новый сигнал на покупку или там с небольшой коррекции я бы дальше снова рассматривал с пи 500 на покупку то есть ключевой уровень для меня как и ранее был это 5 900 пока мы выше данного уровня и выше данного тренда я за покупки вот пока вот такая ситуация что касается nasdaq здесь аналогичная ситуация nasdaq в принципе показал тоже небольшой рост еще с прошлой недели но он оказался не таким прям сильным и я в принципе дальше как бы рассматриваю рост по фондовым индексам здесь аналогично я бы обратил внимание вот на этот тренд и пока мы выше условно зона 20 500 я за покупки на может ли это быть как альтернатива то есть можно рассмотреть разные варианты вот это движение которое было нас до 15 ноября это как импульс вот это все коррекции дальше сильное падение до такой сценарий возможен но я пока скажем предпочитаю здесь данную данной ситуации торговать по тренду я смотрел там несколько акций которые ходят top windows nasdaq s&p 500 инвидия тесла apple это да некоторые показывают лонг некоторые показывают что локально они зажимаются вниз что возможно какая-то коррекция и так далее то есть такие смешанные моменты по данным инструментом и так на что касается золотом смотрите какая ситуация то есть вот это движение которое было вчера я его рассматриваю этому пока основной сценарий то что эта коррекция да она такая агрессивная у нас в принципе была агрессивная коррекция и на после победы трампа давно сильное было снижение но как видим она закончилась и мы показали неплохой рост более 200 долларов движение наверх на этом можно было очень хорошо заработать и я в принципе в обзорах на прошлой неделе и в закрытом канале аналогично здесь советовал покупать то есть кто работает спекулятивно на вот этих покупках они принципе были приличные можно было заработать те кто торгует средний срок скажем с диапазоном там несколько недель несколько месяцев то пока данная позиция находится в рынке и я бы ждал когда закончится вот эта коррекция да я вчера в обзоре говорил что жду коррекцию по золоту и как только она закончится я буду дальше сигнализировать о новых покупках пока данного сигнала нету как его понять на один из примеров как вот прошлый раз вы смотрите у нас сильная бычая свеча вот когда она здесь хотя бы появится или пин бар мощный или бычая свеча это может быть разная комбинация там несколько свечей то есть разные варианты после этого я бы снова рассматривал покупки если альтернатива по золоту да если мы все-таки пойдем дальше падать и будем обновлять 2 500 то скорее всего что по золоту коррекция она затягивается и возможно мы там немножко пониже попадаем но все таки я рассчитываю что вот это все по золоту это коррекция и дальше мы будем расти у нас еще плюс здесь напомню вот вот эта трендовая да она уже под таким углом уже более сильным у нас здесь падение поэтому здесь такая зона более рискован но я пока за покупки по нефти двух словах аналогично вчера я практически всю прошлую неделю покупал нефть то есть локально она выросла то есть на ней можно было заработать среднесрочно аналогично те трейдеры которые там удерживают средний срок несколько недель они пока находятся в рынке и пока мы выше от я ранее назвал 70 уровень да я бы сейчас локальный уровень взял в районе 72 условно с половиной пока мы выше данного уровня если сегодня мы будем хорошенько откупать то принципе лонг ситуация сохраняется дальше натуральный газ ситуация аналогично в принципе я бы дальше только покупал натуральный газ у нас как я уже говорил ранее зима европе в сша и это говорит о том что у нас может быть сильные сильный рост конечно у нас тренд достаточно сильный перекуплен любой момент может начаться коррекция это берите во внимание но я пока за рост по данному инструменту и каких-то признаков на разворот я пока не вижу но здесь если работать то с небольшими стоп-лосами потому что любой момент может начаться это коррекция но я пока ее не вижу то есть шорт ситуации не видно дальше с валютного рынка форекс евро по евро я вчера говорил что я все-таки рассматриваю что возможно у нас был финал вот этого падения мы вынесли такой глобальный ключевой уровень это минимумы осени прошлого года то есть это у нас октябрь-ноябрь прошлого года 0450 мы этот уровень вынесли этому мог быть финальный вынос я об этом еще ранее две-три недели назад говорил что как вариант такой сценарий возможен мы будем выносить этот уровень и дальше наверх я рассматриваю что это уже возможный финал но я еще до конца не уверен что прям финал я бы стал покупать и рассчитывал также на такой сценарий что возможно еще будет еще одно локальное падение только потом наверх глобально напомню по евро у меня расклад что вот этот импульс вот это все накопление двухгодичной давности дам такое большое это коррекции и мы глобально будем очень очень сильно высоко расти 112 115 120 и возможно больше то есть это уже наверное на сейчас конец ноября это начало декабря плюс-минус это уже январь февраль это уже тогда начнется бурный рост я думаю там трамп будут разные заявления до выборов он как всегда делает да и сейчас вот на фоне вчерашних даже заявлений что трамп будут дополнительные пошлины вводить на китай на канаду на мексику и в принципе ночью было в принципе по некоторым инструментам довольно такая сильная реакция по тому же канадскому доллару на и мексиканскому песо поэтому в разные заявления могут быть до выборов после выборов понимаете обещать не значит жениться как говорят да и как практика показывает трамп много чего обещал и много чего не сделал еще с предыдущих выборов потому что что вы понимали президентом сша да он имеет силу но в основном там скажем таки в принципе как как и в странах снг там существуют свои кланы которые это болото такое да которые сложно все изменить если бы ты даже хотел вот был такой даже прецедент я не помню фамилию помощник трампа на первых выборах в 16 году он тоже там много чего хотел изменить и после того как он проработал с трампом где-то полгода плюс-минус в шестнадцатом году он там уволился и мне кажется он даже сидит в тюрьме или уже вышел или нет то есть то есть это очень то есть эта система то есть систему сложно сломать и возможно уже на каких-то пиках но ее сложно сломать поэтому евро пока я такой сценарий рассматриваю будет новые обновления но будем дальше пересматривать так доллар иена еще на прошлой неделе я вам советовал данный инструмент шортить в принципе мы локально падаем вот я еще на прошлой неделе в районе 100 154 80 мы практически под 100 пунктов падаем я думаю что возможно мы пониже попадаем в район 153 152 150 посмотрим или это будет слом тенденции время покажет помню что если мы все-таки будем проваливать 155 и 5 уровень то скорее дальше будет наверх но я пока основной сценарий в шорт рассматриваю дальше юань доллар на доллар юань я бы дальше рассматривал только покупки у нас вот хорошие здесь накопление я бы дальше только покупал доллар против юаня в данной паре данный инструмент кстати неплохо отработал вот я с евро долларом если так скажем последние несколько недель ошибся вот с доллар юань здесь у меня просто великолепная отработка идет по данным инструменту и в тот же самый юани рубль это просто великолепная отработка у нас смотрите было очень хорошая модель я в принципе кто за мной следит я еще не только вот последние на прошлой неделе спрогнозировал рост юаня против рубля кто помнит еще летом текущего года я говорил что вот в данном диапазоне когда мы торговались по юань рубль в районе 11 с половиной 11 12 говорил что мы идем на сильный разворот аналогично это было и по доллар рубль но принципе сейчас многих интересует доллар рубль такое стремление сильный вверх что у нас нас пошли пошли санкции дополнительные со стороны сша сжимают со всех сторон раньше скажем россия находила какие-то лазей она в принципе сейчас имеет лазейки торговли там с турции там казахстан китай индия и другие страны где как-то это все проходило и эти новые лазейки сша европа ищет и они все время их блокируют блокируют там новый понятно там паял будут появляться но они все время все время будут их блокировать то есть как говорят вот есть истории был такой история дабы рим большой рим римская империя и как она развалилась то есть причиной было не поражение там на поле боя так далее она воевала скажем формате что торговых войн и и обложили так как у него была определенная территория но с какой-то территории она не имела контроля понятно и те страны облагали ее скажем как бы по сильными пошлинами не давали торговать и так далее таким образом римская империя развалилась да то есть причиной было поэтому каких-то перспектив хороших я не вижу возможно мы где-то на финале я пока дальнейшее движение по рублю не буду прогнозировать но пока там все все печально посмотрим возможно вмешается регулятор и это все будут контролировать потому что у нее такие возможности есть ну что касается двух словах криптовалют наверное здесь назревает какая-то коррекция то есть продолжение роста банкета дальнейшего возможно не будет и начинается какая-то коррекция пока я бы здесь каких-то новых сделок по рынку крипты очень аккуратно делал если делал вот так хорошо на этом все всем спасибо до следующего обзора пишите в комментариях свои вопросы удачи в комментариях свои вопросы удачи и Продолжение следует...